Итак, дорогие друзья, в следующие несколько уроков мы с вами установим базу PostgreSQL. Она у меня уже работает, я подготовил, то есть будет у нас и база, и видимая часть PHP, PageAdmin. До этого мы с вами устанавливали базу MySQL и PHPMyAdmin. Значит, ребят, смотрите, я тоже много лет был, у меня не было возможности тогда MySQL, но если мы делаем сервер, то однозначно ставим PostgreSQL базу. Почему? Потому что новички, конечно, не сталкивались, а если будете практиковать с PHP, с MySQL, то вы столкнетесь с кучей проблем. Ну, грубо говоря, по этим проблемам жить можно, то есть многие там и сегодня, допустим, на хостингах, просто там нет баз. А на сервере других, да, когда на хостинге, у нас нет, там есть выбор там PHPMyAdmin, потому что MySQL это идеальная база для PHP, но для Django по рекомендациям разработчиков однозначно PHP, однозначно PostgreSQL. Как только будете делать простые приложения, оно будет работать, оно и так будет работать. Ну, как начинаете там работать более сложные вещи с датами, и вы начинаете получать. MySQL это не поддерживает, то не поддерживает. Ну, что нам остается? Просто выключать это с фреймворка, как будто этого нету, и все. Поэтому, зачем вообще мы ставили до этого MySQL? Я думаю, что у многих сегодня есть в школе проекты на этой базе, поэтому мы ставили только с одной целью, чтобы они запустили эти проекты на своем сервере на MySQL, а потом установили Postgres и просто перевели. Мы тоже этим будем заниматься, но, а еще раз говорю, тот, кто начинает проект на своем сервере, то сразу ставим базу PostgreSQL. Она, во-первых, быстрее, во-вторых, она более точная, более строгая, но при этом для Django это самый уникальный случай, будет работать классно, без ошибок, круто, в общем. Вообще, все серьезные проекты, если вы заметите, то все рекомендуют именно эту базу. Но, тем не менее, тот, кто сегодня, допустим, там на том же, где-то находится на хостинге, и нет возможности подключить PostgreSQL, поэтому мы с вами работаем, да, MySQL, но с некоторыми ограничениями, как говорится, поняли, да. По сути дела, несколько предыдущих, следующих уроков мы с вами и установим базу, проект наш. Вот у меня, я уже попробовал, все работает, то есть на этой базе. Что-то я хотел сказать. Да, мы с вами также сделаем, чтобы оно работало не только на локальном, но разрешим работать на любом IP-адресе, чтобы проверять потом нам, допустим, на других устройствах, а не только на локальных. Ну, в общем, так, да, поняли, услышали. Лучше работать с PostgreSQL, ничего там сложного нету, база интересная, и сделаем вот такую вот морду. Только в MySQL у нас PHPMyAdmin, хотя и тут как-то приспосабливаюсь, но у нас есть специальная морда PHPPageAdmin. Вот наша табличка, которую я создал в проекте. Ну, что ж, будем спокойно делать, поэтому не переживайте, все получится. Да, те, кто начал работать со школой, надо начинать с сайта spb-tut.ru. Python.Jango. Ссылку я дам. Все, ребят, все получится. Спасибо за доверие.